так ну что я в центр моторе забрал колено что для эвика сток то для эклипса тюнинг во все времена с эвика на эклипса переставляли разные запчасти ну а их 7 болтовая колено вообще одинаковая на всех моделях но 10-летняя колена от эвика все-таки лучше чем двадцатилетний коллег колено от dsm видимо поэтому владелец машины купил был уж на и колено от его 7 или 9 не знаю точно какого я его отвез на диагностику и по результатам измерений сказали что жить будет но есть определенная проблема с плоскостью сальника ее уже кто-то полировал по ходу от коррозии но этим только уменьшил посадочный диаметр все кратеры отжавчины не убрались они остались на месте и придется его ремонтировать точнее пришлось его ремонтировать плоскость фрезернули и поставили ремонтное кольцо теперь его поверхность такая же как у нового а я могу перейти к многострадальным вкладышам вкладыши заказывали не один раз все потому что у моторов 4g63 их три модификации старые как и все старые крепкие и широкие до 95 года кажется потом если не ошибаюсь 95 под 97 годы такие же но поуже ну а все новые моторы сейчас комплектуются вкладышами с полукольцами для этого блока мне понадобится вкладыши как раз 2 модификации и наконец-то мне их привезли и я могу начать их установку сначала поставлю коренные по тем что вращается сам коленвал потом шатудные подшипники ну и как любому подшипнику надо побольше масла а ну а вот в этот момент лучше не дышать и не шевелиться это самый чистый этап всей работы не хотелось бы чтобы кто-то подкинул песочка в блок ну что начну ставить колено ну что коленвал на своем месте осталось накрыть его постелью и закрыть шатуны ну а после можно пылить и Субтитры создавал DimaTorzok Низ блока собран, поршневая на своем месте, все крутится Тем, кто не дышал все это время, дышите, уже можно Ну а дальше не менее увлекательное занятие И первым продолжить сборку это масляный насос По моему мнению, при переборке двигателя с пробегом лучше всего использовать новый масляный насос Ну или как минимум диагностировать его рабочую пару В предыдущей серии я заглушил масляные каналы балансирных валов И теперь очередь за модификации самого масляного насоса для работы без балансиров Я не знаю, зачем удаляют балансиры у стоковых моторов Мало того, я не представляю, зачем их вообще на заводе туда поставили проектировщики Ведь если у вас при проектировке получился говно-мотор, который вибрирует Так сделайте другой Ну да ладно В этом моторе стоит коварная поршневая И распределение вращающейся массы совсем другое, чем у стока И никакой нужды в балансирах я не вижу Подробных инструкций в интернете, как удалять балансир, миллионы Кто-то отрезает часть балансира, кто-то делает его круглым Но у самой Mitsubishi есть завода-моторы без балансирных валов И я, как любитель заводских решений, ставлю эту заводскую ось насоса вместо родного балансира Второе отверстие глушится также заводским решением Вот такая вот заглушка Продолжение следует... Вот так выглядит насос с заглушенными валами Тут стоит пластиковая заглушка Вместо второго балансира заводская ось Тоже заглушка Теперь его можно установить на блок Как обычно все промазав Ну в смысле смазав Следующая важная стоковая тюнячка Это хаузинг масляного фильтра Основным ее достоинством является термостат и выход на радиатор Ну а также в нем установлены датчики всей масляной системы Есть довольно редкий хаузинг от Эва-3 Но гораздо проще переделать дизельный хаузинг Заменив на нем ось, на которой крепится фильтр Фильтр у дизельного хаузинга, у дизельного мотора очень огромный В принципе поставить его, конечно, можно Но лучше заменить ось на родной, подродной фильтр Следующая немаловажная деталь Это водяная помпа Наверное, даже более важная, чем масляный радиатор И хаузинг с выходом на него Поэтому следом сейчас будем ставить помпу Вот она стоит здесь Да, вот так мотор выглядит более технологично, чем кусок чугуна Осталось совсем немного Надо вставить и закрутить кучу болтов Поставить шестереночки, ролики Ну и не забыть протянуть все с нужным моментом затяжки Настало время Время закрыть блок поддоном Но для начала затянув все то, что не затягивало до этого А все, что затянул, проверю еще разок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, низ блока собран Осталось только поддон поставить на герметик Но этого я пока делать не буду Мало ли что еще внутри понадобится А впереди большой кусок работы с головкой блока цилиндров С ней возникло немало нюансов Но об этом в следующей серии Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Не забывайте, что монтаж этих видео делаю я сам И мне очень важно ваше мнение Также пишите комментарии С вашими вопросами и пожеланиями Всем удачи, всем пока А сейчас мы поедем в этот мотор Есть еще один нюанс, который мне не понравился Берем ее в работу